Всем привет! В этой лекции мы рассмотрим такой классический пример применения метода разделяя властвой к классической задаче, а именно к задаче сортировки. Задача сортировки нам, конечно же, уже известна. На вход дается массив размера n или последовательность, обозначать мы его всегда будем через a, а на выходе мы хотим построить перестановку этого массива, который мы будем обозначать через a', в которой элементы идут по неубыванию. То есть a' от 1 меньше либо равно, чем a' от 2 и так далее, меньше либо равно, чем a' от n. Здесь мы подразумеваем, что элементы, которые мы сорсируем, на них каким-то образом задан полный порядок. И мы будем считать, что задан он нам некоторой внешней процедурой, ну или так называемым оракулом сравнения, которому можно дать два элемента, и он нам скажет, какой из этих элементов больше, или они равны, или какой из них меньше. Соответственно, мы часто будем учитывать просто количество обращений к этому оракулу. Происходит это потому, что мы не хотим задумываться о том, как там устроена эта процедура сравнения. Возможно, мы сортируем что-то просто устроенное, например, там небольшие числа, и тогда нам и так ясно, как их сравнивать. А возможно, сортируются какие-нибудь записи в базе данных, например. И мы даже можем и не знать, как именно устроено сравнение записей в этой базе. Ну, по какому порядку нас попросили отсортировать. Поэтому мы будем считать, что каждое обращение занимает просто константное время. И, соответственно, если оно занимает какое-то большее время, то время работы, которое у нас будет получаться, надо домножить на это время. Так, это было первое замечание. Второе замечание, что если так получается, что h' это тот же самый массив, что и a, то есть мы не выделяем дополнительную память никакую, а просто внутри массива a переставляем элементы, то мы говорим, что алгоритм сортирует на месте. Ну или в такой ситуации мы будем говорить, что алгоритм не использует дополнительной памяти. Поехали. Как обычно, давайте начнем с некоторого наивного алгоритма, а потом покажем, что методом разделяя властвую его можно асимптотически ускорить даже сильно. Итак, наш наивный алгоритм — это сортировка вставками. У него идея такая довольно простая. Давайте сортировать массив постепенно. Вот изначально у нас есть первый элемент, если рассмотреть префикс нашего массива длины 1, то он, конечно же, отсортирован. Он состоит всего из одного элемента, там его сравнивать не с кем. Давайте теперь рассмотрим префикс нашего массива размера 2. Он может оказаться уже отсортированным, если второй элемент больше либо равен, чем первый. А может оказаться, что нет, но тогда их надо поменять местами. Ну, возьмем, поменяем. Дальше рассмотрим третий элемент. Но тут уже все чуть сложнее. Третий элемент, может быть, он уже там больше либо равен, чем второй. Ну и тогда все хорошо, тогда первые три элемента у нас отсортированы. Но может так оказаться, что третий элемент надо либо между первым и вторым поставить, чтобы они оказались отсортированными, либо аж до первого. Ну вот это здесь и реализовано в сортировке вставками. Мы постепенно наращиваем отсортированную часть. И картина выглядит таким образом. Мы хотим, вот у нас здесь есть внешний цикл, и мы хотим, чтобы после каждой итерации первые элементы были отсортированы. Вначале, как я уже сказал, это выполнено. Вначале у нас есть просто массив размера 1, и он, конечно, отсортирован. Но вот представим теперь, что вот сейчас у нас вот эта вот часть массива уже отсортирована. Давайте для примера что-нибудь тут напишу. Не знаю, 1, 3, 5, 10, 20. И вот у нас и равно в этот момент 5. Теперь и увеличилось, и стало равно 6. И мы здесь увидели некоторый очередной элемент. Ну, допустим, этот элемент равен 2. Мы хотим сделать, чтобы теперь вот эта вот вся часть была отсортирована. То есть первые 5 элементов у нас уже упорядочены. Теперь мы хотим сделать так, чтобы первые 6 элементов были упорядочены. Что надо с этой двойкой сделать? Ну, ее надо вот гнать налево здесь, пока она не придет в нужное ей место. Нужное ей место, оно вот здесь вот. Делается это вот этим вот циклом. Мы заводим переменную g, которая указывает изначально вот на эту двойку, и гоним ее налево до тех пор, пока она меньше, чем вот этот вот ее соседний элемент. То есть произойдет в этом маленьком примерчике следующее. Двойка поменяется местами с 20, потом в итоге здесь будет стоять двойка рядом с десяткой. Она поменяется местами с 10, потом с 5, потом с тройкой. Ну и в итоге получится отсортированный массив 1, 2, 3, 5, 10, 20. Вот. Ну, корректность этого алгоритма понятна, что приятно сортирует он на месте. Вот здесь аккуратно еще раз сказан инвариант, который мы поддерживаем. Мы после и итераций, после очередной итерации у нас первые и элементов, они упорядочены. Соответственно, когда и дойдет до n, после n и итерации все элементы в массиве будут упорядочены. Массив сортируется на месте, как я уже сказал, мы не используем почти никакой дополнительной памяти. Ну, только лишь для хранения переменных EG, но это мелочи. Каково время его работы? Ну, в худшем случае, что нам придется делать? Например, если массив упорядочен заранее по убыванию, то нам каждый элемент придется все время догнать до самого конца налево. Соответственно, на первой итерации вот цикл наш пока сделает там не больше, чем 1 обмен. На следующей итерации произойдет не больше, чем 2, ну и так далее. До последней итерации не больше, чем n-1 обмен. Ну, вот хочется понять, каким же образом эта сумма растет. Но это такая стандартная арифметическая прогрессия. Мы с вами на следующем слайде вспомним, как считается ее сумма. Но, забегая вперед, растет такая сумма квадратичная. То есть, смотрите, у нас здесь n-1 слагаемое, и они так постепенно возрастают. В принципе, можно сверху так загрубить, сказать, ну, каждая из этих чисел не больше, чем n, и всего чисел здесь не больше, чем n, поэтому растет это не более, чем квадратично. Но все-таки надо бы в этот момент задуматься, а не слишком ли грубая эта оценка. Возможно, эта сумма растет все-таки медленнее. Ну, не знаю, как там n в степени 1,5 или n луганки, кто его знает. Ну, вот на самом деле нет. Как здесь сказано, здесь ht-то написано, то есть сумма такая от 1 до n-1, она растет как n в квадрате. Не быстрее и не медленнее. Сейчас это докажем. Вот здесь прямо формула приведена. Если вы суммируете первые n натуральных чисел, то получается n умножить на n плюс 1 пополам. Это стандартный школьный пример. Давайте я быстренько покажу, как это можно просуммировать. Вот школьный способ запомнить эту формулу, он такой. Давайте под нашей суммой, нам надо посчитать сумму 1 плюс 2 плюс 3 плюс так далее, n минус 1 плюс n. Давайте под ней напишем ту же самую сумму, но в обратном порядке. То есть под единицей напишем n, под 2 n минус 1, под 3 n минус 2, ну и так далее. Дальше заметим, ну вот все эти числа нам надо просуммировать. Заметим, что в каждом столбике сумма получилась равна n плюс 1. Вот 1 плюс n это n плюс 1, 2 плюс n минус 1 это n плюс 1, ну и так далее. Теперь просуммировать это совсем легко. То есть у нас n столбиков, в каждом из которых сумма n плюс 1, значит сумма равна просто всего этого, это n умножить на n плюс 1. Но при этом мы нашу исходную вот эту сумму, которую нам надо посчитать, мы ее записали два раза, вот в верхней строчке и в нижней строчке. Поэтому сама сумма равна n умножить на n плюс 1 пополам. То есть доказано. Ну и давайте еще, уж полминутки потрачу, расскажу еще одно геометрическое доказательство, тоже очень удобно запомнить. Давайте рассмотрим две такие фигуры, площадь каждой из которых равна как раз таки сумме нашей арифметической прогрессии. Вот фигура, в ней столбик высоты 1, столбик высоты 2, 3, ну и так далее, n. И такая же фигура, просто повернутая, ну или там в ней строчка длины 1, 2, 3 и так далее, n. Вот видно, что если эти две фигуры сложить, то получится такой аккуратный прямоугольник, у которого будет n строчек и n плюс 1 столбец. Соответственно, его площадь, это и есть сумма площадей этих двух фигур, а у них площади одинаковые, конечно, это одна и та же фигура. Ну и площадь каждой равна просто нашей, равна сумме нашей арифметической прогрессии. Доказано.